Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видеоролике, как я и обещал, будет подробнейшая инструкция по изготовлению настольной зажигалки для бензиновых и газовых горелок. Специально для вас я подготовил несколько вариантов по изготовлению этой зажигалки. Я исходил из того, чтобы все комплектующие для сборки этой зажигалки были максимально доступны практически для каждого. Ну и чтобы конструкция была максимально простой и повторяемой. Начну, пожалуй, с самого простого варианта. Я такой вариант называю пустая голова и свободные руки. Это купить готовую зажигалку на Алиэкспрессе. Специально для вас я приобрел такую зажигалку. Стоит она недорого. Кстати, все ссылки на все компоненты в этом видеоролике, которые будут применяться, я оставлю в описании под этим видео. В общем, зажигалка представляет себе вот такой коробок. Достаточно тяжелый, потому что корпус полностью металлический. И предназначена она для поджига горелок для ювелиров. Корпус зажигалки выполнен из металла. Какой металл, я вам сказать не могу. Здесь имеются четыре кнопочки, которые при помощи самого тела горелки нажимаются. Посредине имеется вот такой электрод и защитный корпус. Работает все от двух пальчиковых батареек формата АА. Также имеется кнопочка вкл и выкл. Ну, при нажатии она испускает вот такой вот треск. И я бы не сказал, что здесь такая особо богатая искра. Но мы, во всяком случае, сравнительный анализ в итоге сделаем в конце видеоролика. В общем, представляет она из себя вот такой коробок. Ну и второй вариант. Он чуток посложнее. Изготовить зажигалку своими собственными руками. В качестве высоковольтных модулей я предлагаю вам три самых подходящих варианта. Вариант номер один. Вот такой вот маленький модулечек. На выходе у него горячая плазма. Это высоковольтный трансформатор и генератор. Корпус очень маленький. Все залито в эпоксидную смолу. Работает от напряжения 3,7 вольта. То есть от обычной литий-ионной банки. На выходе плазменная дуга. Есть достоинства и недостатки. Достоинство в том, что плазма очень горячая. Поджигает практически все. И очень тихая. Недостатком является то, что нельзя бесконечно раздвигать разрядники. То есть расстояние должно быть очень небольшое. Иначе просто этот блок выйдет из строя. Модуль я подсоединил. Питаю его от аккумулятора 18650 через кнопочку. Расстояние между разрядниками примерно 5 или 6 миллиметров. Дуга очень горячая. И поджигает практически все. Без проблем. Второй вариант. Это тот же самый генератор, но в нем уже добавлен умножитель. По большому счету это примитивный электрошокер. Есть преимущества, есть и недостатки. Преимущество в том, что расстояние между разрядниками можно раздвигать до 2 до 3 сантиметров. Но минусы в том, что дуга уже здесь очень холодная. То есть не особо все поджигает. И очень громкий он. Вот реально очень громкий. Так, теперь модуль с умножителем. Но он очень громкий. Ну, бумагу он уже не поджигает. Давайте попробуем, подождет ли он горелку. Да, горелку поджигает, но прикурить уже от нее не получится. Ну и третий вариант я предлагаю для тех, кто хочет разобраться вообще, как это все работает. Это кит-набор. Который нужно спаять самому. Как раз у вас появится понимание, как это все работает. Здесь тоже имеется высоковольный трансформатор и примитивный генератор. Также имеется кнопочка. Он не особо габаритный такой. Достоинством здесь является то, что его можно адаптировать по большому счету под любое напряжение. Меняя количество витков в первичной обмотке. На выходе та же самая плазменная дуга. Кит-набор из пакетика я спаял. Здесь нет ничего абсолютно сложного. Ну, попробуем, на что этот блочок теперь способен. Дуга здесь уже находится на высокочастотном диапазоне. Не слышно ее. Проверим. Да, поджигает без проблем. Так, попробуем горелочку. Без проблем. В качестве корпуса для нашей зажигалки я буду использовать вот такую коробочку из-под крема для рук. Я взял ее у жены и хочу предостеречь сразу всех. Если вы будете рыться в поисках такой баночки в женском ридикюле, и не дай бог вы возьмете баночку с остатками какого-либо крема, то жена вам может отписать таких люлей, что тяга к самоделкам у вас отпадет как минимум на пару дней. Имейте это в виду. Нужны еще два неодимовых магнита. Они нужны для того, чтобы сама зажигалка могла примагничиваться к любой металлической поверхности. Но если эта функция вам не нужна, то можно обойтись вообще и без них. Рычажок, которым я буду запускать плазменную дугу, я сделаю из латуни. Листовая латуни, вот такой кусочек. Нужна также еще трубочка. Для чего она нужна, я скажу позже. У меня она 5 мм в диаметре. Можно будет использовать и болт, и в принципе любой пруток, который сможете найти. Также необходим еще медный проводок диаметром 2 мм. Но тоже не принципиально. Можно в принципе. Но чем потолще, тем получше. Разрядник я буду изготавливать из нержавейки. Из нержавейки почему? Потому что самый подходящий материал для разрядников. Потому что он не окисляется, и вам не придется каждый раз зачищать сам разрядник. Буду отрезать тоненькую полосочку. И покажу, как это в дальнейшем все будет выглядеть. Сам разрядник будет находиться вот в такой алюминиевой трубке. Трубка алюминиевая в моем случае можно использовать любую, которую сможете найти. В моем случае это 22 мм. Материал тоже не принципиален. В качестве щита, теплового щита, я буду использовать вот такой фольгированный стеклотекстолит. Который будет крепиться на верхнюю поверхность самой баночки. Он нужен для того, чтобы во время, когда зажигается горелка, сама баночка не сплавилась. То есть это по большому счету такая защита. Выполнить можно из любого листового металла. Алюминий, медь, сталь, нержавейка, как хотите. Ну и чтобы закрепить эту поверхность, так сказать, этот щит, необходимы два винта. Размеры тоже не принципиальные. Какие сможете найти. В качестве электронной части буду использовать вот такой высоковольтный модуль. Почему? Потому что он компактный и на выходе плазменная дуга. В качестве аккумулятора можно использовать любой литий-ионный аккумулятор, который сможете найти. Но я буду использовать банку формата 18650. Почему? Потому что у нее большая емкость. 2000 мАч. А это значит, что зажигалку я буду заряжать очень-очень-очень редко. Также к этой баночке необходим вот такой вот модулек. Модулек называется TP4056. Это модуль заряда этой литий-ионной банки. А также он защищает ее от глубокого разряда. Заряжаться все будет при помощи вот этого штекера микро-USB. Пучок проводов, чтобы это все собрать в кучку. И также нужно вот такой вот механический переключатель. Рекомендую использовать именно такой. Почему? Потому что здесь очень надежная контактная группа. Раздобыть можно в старых микроволновках, в старых котлах. То есть это такая вещь, которая часто попадается на глаза. Ответственные детали буду склеивать при помощи эпоксидного клея двухкомпонентного. Ну а весь остальной монтаж я буду производить при помощи термопистолета. Ну, по большому счету все. При помощи скальпеля удаляю нижний кантик с банки. Это необходимо для того, чтобы магниты могли плотно прилипать к металлу. Замеряю диаметр крышки. И при помощи циркуля переношу размер на стеклотекстолит. При помощи болгарки я удаляю все лишнее. А на торцевом станке уже обрабатываю стеклотекстолит на чистовую и снимаю фаски. Наждачной бумагой зачищаю медь и навожу небольшой сатин. Далее сверлю два отверстия под винты М3 и зенкую фаски. На трубе делаю отметку в 20 мм и отрезаю при помощи болгарки. Получившемуся отрезанному кольцу придаю форму эллипса. Это необходимо для того, чтобы была возможность свободно расположить электроды внутри этого кольца. Финишно обрабатываю кольцо наждачным кругом 320 грит. Из листа нержавейки отрезаю полосу шириной 5 мм. На отрезанной полоске отмечаю два отрезка по 30 мм. Болгаркой подрезаю полосу уже до размера 3 мм, но не до самого конца, для того, чтобы можно было получить на конце острие. В итоге после снятия заусенцев и обработкой наждачной бумагой должны получиться вот такие два электрода. На текстолите устанавливаю кольцо и произвожу разметку под будущий разрядник. Сами электроды необходимо сразу залудить, потому как после установки в корпус это будет сделать уже просто нереально. Беру небольшой деревянный брусочек и приклеиваю на него небольшую полоску скотча. Намечаю размер между будущими электродами в 11 мм и сверлю два отверстия диаметром 2,5 мм. Устанавливаю кольцо на брусок и проклеиваю его при помощи термоклея. Это необходимо для того, чтобы эпоксидная смола не вылилась наружу. Далее при помощи маленького молоточка забиваю электроды в отверстия и выравниваю их. Промежуток между остриями не должен превышать 6 мм. Теперь я развожу эпоксидную смолу и заливаю ее в кольцо до самого бортика. В стеклотекстолите сверлю два отверстия диаметром 8 мм. Форму под эллипс выбираю при помощи твердосплавной фрезы по металлу. Теперь уже можно намертво притянуть стеклотекстолит к крышке банки и установить разрядник. Рычажок размечаю по месту и отрезаю при помощи ножниц по металлу. Далее необходимо припаять проволоку диаметром 2 мм к рычажку. Она будет выполнять функцию петли. И припаяю также трубочку диаметром 5 мм. Она будет выполнять функцию удлинителя. Размечаю при помощи маркера места для сверления отверстий под петлю и сверлю диаметром 3 мм. Теперь необходимо разогнуть проволоку в разные стороны при помощи пассатижей. Высоковольтный модуль фиксирую в крышке при помощи термоклея. И припаиваю два высоковольтных вывода к электродам. После чего все жирно заливаю термоклеем. Кстати, он является очень хорошим изолятором. Плюсовой провод от модуля припаиваю к одному из контактов переключателя. Аккумулятор формата 18650 тоже фиксирую при помощи термоклея к модулю. Модуль зарядки уже приклеиваю к самому аккумулятору. Минусовой провод от высоковольтного модуля припаиваю к минусовому выводу платы заряда. А второй контакт переключателя к плюсовому выходу. Аккумулятор же, согласно полярности, припаивается к выводам B+, и B+. Развожу еще немного эпоксидной смолы и приклеиваю магниты. Ну что же, мои дорогие друзья, горелочка собрана. Получилось весьма-весьма-весьма недурно. Тем более, что еще и есть функция примагничивания к любой металлической поверхности. Внутри все просто, до безумия. Нужно зарядить, вставляем зарядное и все, без всяких проблем. Ну, давайте теперь проверим, на что же способны зажигалки. Сначала начнем с покупной. Бензиновая горелка. Зажигает. Да, без проблем. Моя горелка. Без проблем. Без проблем. Ладно. Возьмем газовую горелку. Ну, допустим, вот эта вот обычная горелка на газовом баллоне. Хренас два. Ну-ка, моя. Я же говорил, что плазма лучше. Так, проверка на вшивость. Да, зажигает. И здесь даже проблема не в самой горелке. Здесь проблема в том, что я, допустим, сопла могу подвести прямо к самим разрядникам. А здесь такой возможности нет. Здесь разрядник защищен корпусом. Ну, проверим еще разочек. Может, все-таки не так что-то. Неа. Газовую зажигать не будет. А плазма зажигает абсолютно все. Ну, и кроме того, если кто-то курит, прикурить можно без проблем. Как говорится, в гараже и мастерской зажигалка будет не лишней. Ну что же, не дурно, не дурно. Итак, мои дорогие друзья, время подвести итоги. Это тот самый редкий случай, когда самоделочка намного лучше, чем ее заводской аналог. Заводская зажигалка выглядит массивно, красиво, вся блестит, но с газовыми горелками не справляется. Ну, напротив, самопальная зажигалочка показалась со всех самых лучших сторон. Она поджигает вообще все виды горелок, поджигает даже бумагу. Можно использовать в мастерской как прикуриватель для сигарет, а также имеет еще бонус, примагничивается к любой металлической поверхности. На сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить пальцы вверх и пишите самый длинный комментарий, который сможете. Ну, а на сегодня всем пока.